Израильская оппозиция требует от правительства принять срочные меры по снижению уровня бедности. В стране, известной своими технологическими достижениями, концы с концами едва сводит каждый пятый ее житель, и количество бедных только растет, рассказывает Сергей Ауслендер. Елена, женщина скромная, совсем не думала, что однажды проснется знаменитой. Теперь ее знает весь Израиль. В один из дней в СМИ ее фамилия упоминалась чаще, чем имя действующего премьера. Историю пенсионерки, которая получает от государства мизерное пособие и как-то выживает на эти деньги, разбирали даже на заседании правительства. Самой Елене незнакомые люди после этого стали передавать продуктовые посылки. Навезли мне, мне теперь хватит на целый месяц жизни. Ну мне одной, а всем остальным пенсионерам, которые живут на 2732 шекеля. Ну мне хорошо, я сегодня звезда экрана, а всем остальным. Звезда экрана получает от государства примерно 750 долларов в месяц. Других доходов у нее нет. Примерно две трети отдает сразу за жилье на оплату счетов и медицинской страховки. Оставшиеся деньги распределяет так, чтобы хватило до следующего месяца. В день получается сумма, которую просто смешно произнести, около 6 долларов. Получается 26 шекелей в день, но я же не делю 26 шекелей. Я целую неделю как бы экономлю. Потом к шабату я уже что-то должна купить и сделать шабат, чтобы дети не видели, что я там какая-то бедная. Я не хочу этого. Я хочу быть гордой еврейской женщиной в своей стране. Вот. И потом я уже доедаю все, что я приготовила на шабат. Я как-то с этим справляюсь. Но там пойти в это кафе с друзьями, то другое, я просто сейчас себе не могу позволить ничего этого. То есть вот я чувствую себя ущемленной какой-то, униженной. В какой-то степени Елене легче, чем другим. Она получила государственную квартиру. Те, кто живут на съемном жилье, отдают за него почти все деньги. Таких в Израиле сотни тысяч. Статистика показывает, что больше полутора миллионов граждан страны, это пятая часть всех жителей, находятся за чертой бедности. Но известной всей стране стала только одна Елена. Причем благодаря главе парламентской оппозиции Хайму Герцогу. Он привел пример Елены на посвященном борьбе с дороговизной жизни заседании правительства, где присутствовал и Бениамин Нетаньягов. Я сказал ему, господин премьер-министр, вы отдаёте себе отчет в том, что эта женщина должна прожить день на сумму, которая равняется стоимости одного стаканчика мороженого. После всего, что она сделала, после десятков лет работы, это жалкое пособие, все, что мы можем ей дать. Вездесущая пресса сразу вспомнила многочисленные обещания чиновников и депутатов, оставшиеся на бумаге. Выяснилось, что в правительстве есть уже две комиссии по борьбе с бедностью, но количество бедных при этом только растет. Одним из первых под раздачу попал министр финансов Яир Лапит. Ему сразу припомнили его знаменитую Рикки Коэн. Собирательный образ представительницы среднего класса, которая вместе со своим мужем выживает на доход в 20 тысяч шекелей в месяц. Это примерно 6,5 тысяч долларов. Министру посоветовали отправить Рикки Коэн к русской пенсионерке. Мол, пусть поучится сводить концы с концами. Оппозиция сейчас требует от правительства обратить внимание на резкое снижение уровня жизни в стране. В развитом государстве контраст между богатыми и бедными лишь усиливается. А бедные пенсионеры в большинстве случаев могут надеяться только на поддержку своих родных. У Елены, например, такой возможности нет. Ее дочь была тяжело ранена в теракте и работать не может. Сергей Услендер, Ближневосточное бюро, Артевяй.